Татьяна Грац. Девушка с китом. Сможет ли он устоять перед соблазном? Сохранит ли семью? Егор еще не знает, какой сюрприз приготовила ему судьба. Случайная встреча. Это место может показаться слишком мрачным для встречи, но на то она и жизнь. В ней часто бывают случайности, непредвиденные обстоятельства и удивительные повороты, которые порой слишком сильно будоражат чувства людей. Итак, место встречи Елец. Орловское шоссе 6. Городское кладбище. Егор припарковал свою синенькую ладу Гранту у самых ворот, заглушил мотор и устроился поудобнее на сиденье. Он приготовился терпеливо и покорно ждать клиентку, которая и вызвала такси на кладбище. Да, Егор водитель такси. На крыше его машины имеется желтая шапочка с шашечками, а по бокам на дверцах расположены яркие наклейки с указанным телефоном для вызова. Все выглядело как нельзя лучше. Смуглый кореглазый брюнет, работающий таксистом, приезжает на вызов на кладбище, чтобы встретить особенную девушку, которая полностью изменит его жизнь. Таксист долго смотрел по зеркалам, чтобы убедиться, что в такую погоду на кладбище есть люди. Это был апрель с пронзающим ветром, надоедливым дождем, то и дело переходящим в ливень. С холодом, пробирающимся под куртки до самой кожи, с влагой и мерзкой сыростью, которые заставляли продрогнуть до самых костей. Ко всему прочему, городское кладбище отличалось открытой местностью без малейших древонасаждений. Здесь ветер мог разгуляться, ничем не ограниченный в своей силе. Но все это там, снаружи, у Егора в салоне было тепло и сухо. Он сидел за рулем в черной майке и темных джинсах. На ногах надеты легкие кроссы, позволяющие без лишних усилий управлять машиной. На заднем сидении лежала его кожаная куртка. Парень уже несколько раз за сегодня заставлял себя вылезти из авто, чтобы протереть номера тряпкой. Встречные машины постоянно окатывали передок Гранты грязью из луж, выросших до океанских размеров. Последняя вылазка случилась примерно час назад. В тепле короткие волосы и склокоченная челка Егора вполне успели высохнуть и встать торчком. Да так, что хозяин этих волос оказался бессильным уложить их обратно в былую аккуратную прическу. Прошло около десяти минут, прежде чем позади машины показался силуэт девушки. Едва Егор заметил ее в боковом зеркале, сразу же завел машину и включил печку. Девушка шла без зонта, в короткой черной кожанке и в совершенно промокшем черном платье, черных тонких колготках. На голове кричащий атрибут утраты – черный платок. Лишь ботинки выбивались из этого мрачного образа. Здесь присутствовали красные пуговки, черные ботинки и красные пуговки. Тогда пуговки казались намного ярче, чем сама девушка. По крайней мере, Егор издалека приметил их, они были своеобразным ориентиром для него. Пуговки говорили о скором прибытии клиентки на место. Щелчок ручки двери, и в автосалон врывается холодный сквозной ветер, а вместе с ним и косые струи дождя, спешащие окропить переднее пассажирское сиденье. Но девушка быстро садится в машину, поднимает ноги над землей и стучит ботинками друг от друга. Когда девушка полностью оказывается в машине, Егор понимает, что миссия с очищением ботинок абсолютно провалилась. На ребристую подошву обуви налип толстый слой грязи в перемешку с глиной, сырой глиной. А от этого не так просто избавиться. Таким образом, девушка получила достаточно высокую платформу на подошве ботинок, созданную исключительно из природного материала, липкого, как пластилин. Девушка в очередной раз окинула взглядом свои ноги и виновата оглянулась на водителя, убрав пальцами прядь своих черных волос за ухо. Взглядом серых глаз она извинялась за причиненное неудобство в виде запачканного автомобильного коврика, теперь слегка прилипшего к ее ботинкам. Егор поймал этот ее взгляд и покачал головой. Мол, ничего страшного, он понимает. — На советскую 17, пожалуйста, — попросила девушка. Егор снова использовал молчаливый жест для ответа. Отделавшись коротким кивком головы, он вернулся к приборной панели и тронулся с места. Вырулив на главную дорогу, они неспеша поехали по указанному адресу. Бывало, что Егору приходилось привозить-забирать людей с кладбища. Они были разные. Скорбящие люди — люди издалека и люди, которые осознали. Скорбящие люди всегда плакали. Кто-то тихо, а кто-то навзрыд. Они прятали свое лицо, закрываясь ладонями. Любое движение или вопрос порождали в них лишь новые схлипы, приливы горя. Со скорбящими нельзя было разговаривать. Только довести до места и сказать «до свидания». Иногда в порыве вежливости Егор вставлял свою соболезную, отчего получал очередную порцию слез на соседнем сидении. Люди издалека могли быть и скорбящими. Но к этому пункту Егор относил людей, которые не заливались слезами. Такими считались родственники или близкие друзья, прибывшие из других городов или даже стран, чтобы попрощаться с умершим. Разумеется, они тоже горевали, но, как правило, находились в адекватном состоянии. Они могли говорить. Чаще рассказывали, откуда приехали, что их связывало с умершим, какие-нибудь житейские истории. К слову, с ними было ехать проще. Люди, которые осознали. Сюда Егор относил тех, кто ехал со спокойной улыбкой, с размеренными словами, с теплом души. Эти люди оставили скорбь где-то в прошлом. Они грелись воспоминаниями об умершем. Их можно было спрашивать, и они отвечали. Отвечали уютно, тихо и без лишней суеты. Такие люди излучали умиротворение одним лишь своим видом. После них Егор видел жизнь намного светлее, а в голову приходили добрые мысли. Мир приобретал иные оттенки. Ненадолго. До следующего серого клиента. Но никак нельзя отрицать, что такие просветы все же случались. Теперь Егор с интересом посматривал боковым зрением на свою клиентку. Ему жутко хотелось определить, какой из трех категорий она относится. Девушка с черным коре по шею и густой челкой сидела в кресле, будто в кредит. Все ее тело ежилось от холода промозглого апреля. Красные, Егор готов был утверждать, что еще и холодные, ладони были сложены между бедер. С волос стекали бывшие капли дождя. Девушка морщилась, когда они проскальзывали на голую кожу ее шеи. Очевидно, печка в машине пока не спасала. И девушка продолжала мерзнуть. Тем не менее, Егор не видел на ее лице слез, не видел улыбки или потерянного взгляда, так что пока ее категория оставалась для него загадкой. Егор по-прежнему, смотря на дорогу и держа одну руку на руле, слегка повернулся корпусом назад и захватил с заднего сидения плед. Это не совсем плед для клиентов такси. Это любимый плед его дочери. Но сегодня он потребовался и для работы. Кореглазый таксист осторожно положил сложенный плед на колени девушки. «Накройтесь, холодно», — сказал он. Девушка удивленно посмотрела на таксиста, вытаращив свои серые глаза с пушистыми ресницами и удивительно стойкой черной подводкой. Егор принципиально смотрел на дорогу, улавливая боковым зрением справа появившийся интерес к его персоне. Она непозволительно долго разглядывала парня, задержавшись немного подольше на его пухлых розоватых губах и бронзового цвета руках, впившихся в руль. Егор оставался сдержанным и невозмутимым. «Спасибо», — наконец протянула девушка и коснулась пледа. Развернув полотно, она увидела маленьких динозавриков, гуляющих по желтому песчаному фону. Диплодоки поедали листья с высоких деревьев. Трицеротопсики, играя, купались в реке, а стегозавры с красными пластинами на спинах уютно грелись на воображаемом солнышке. Девушка улыбнулась, разглядывая картинки детского пледа. «Не похоже, что он ваш». Не скрывая свою улыбку, девушка уставилась на водителя. «Почему же? Мне нравятся динозавры. Я большой поклонник Тирекса, кстати. Но вы правы, плед не мой. Он принадлежит маленькой шестилетней девочке», — с такой же улыбкой ответил Егор. Девушке понравился ответ. Она еще немного полюбовалась пледом и накинула его на себя, предварительно расстегнув молнию на куртке. А Егор в это время исключил ее из категории скорбящих людей. Оставалось выяснить, из какого города его клиентка. Живет здесь или приехала специально к мероприятию. Но напрямую никак нельзя. Егору следовало быть тактичным и вежливым. Так он всячески перебирал в голове, как продолжить разговор. «Ну и погода сегодня. Извините, что не подъехал ближе, побоялся засадить машину в грязи». Егор избрал свою тактику. «Да, не самая лучшая погода для поездки на кладбище, верно?» усмехнулась девушка. Ее улыбка спала с лица. Кажется, она вспомнила, зачем вообще была на кладбище. В голове закрутились события минувшего часа. Это было видно по ее глазам. Взгляд остановился на лобовом стекле. Но на самом деле там мелькали другие картинки. Егор разрешил себе посмотреть в ее сторону, чтобы убедиться, что она в порядке. Еще минута молчания, и он принесет свои запоздалые извинения. Но девушка опустила глаза на колени и на укрывший их плед. Уголки ее губ поползли вверх. Этот жест стал решающим в распределении. Клиентка, занявшая пассажирское сидение такси, была из осознавших. Егор теперь был уверен в этом. За тихой улыбкой девушки последовали и слова. «Моя бабушка была из тех, о которых снимают фильмы и пишут в книгах». Начала она с дрожью в голосе, но по-прежнему улыбаясь. «В детстве я приезжала к ней почти каждые выходные. Играла во дворе с девчонками. Мы гоняли в мяч, салки, прятались за гаражами. На завтрак всегда были какао и бутерброд с хлебом и докторской колбасой. Конечно же, моя бабушка позволяла мне больше, чем родители. Помню, как поздно вечером, когда все почти спали, я взялась ползать на животе по полу до ее спального кресла и обратно. Это была своего рода детская миссия остаться незамеченным. И задание явно было проваленным. Но бабушка долго скрывала, она у меня на полу. А еще у нее были самые отменные и тонкие блинчики. Она готовила их, затем всегда сворачивала в треугольнички и подавала на маленькой тарелке с чаем. Девушка остановилась и на мгновение вдохнула воздух в автосалоне, прикрыв глаза. Точно так, будто здесь только что испекли те самые бабушкины блинчики. Затем внезапно открыла глаза и с отчаянием посмотрела на приборную панель. Я ни разу не видела бабушку с клубком ниток и крючком, хотя родители говорили, что она умела вязать. Еще я узнала, что бабушка любила оладушки и селедку под шубой. Будучи ребенком, я не задумывалась о том, что нравится бабушке. Я просто любила ее за то, что она есть, за то, что заботилась обо мне. Лишь теперь, когда она умерла, я постоянно думаю, что могла бы сделать для нее намного больше приятных вещей. Испечь оладушки, подарить ее любимые пионы, приходить в ее дом почаще, поговорить с ней или даже просто посидеть рядом. Девушка хваталась за слова, возникающие в ее голове. Она пыталась вобрать все важное в свой монолог, стараясь ничего не забыть. Но вот девушка замолчала, уткнувшись взглядом в окно. Егор мог видеть ее затылок с мокрыми черными локонами. Зато ее тело уже не дрожало. Динозаврики на пледе старались как можно быстрее спасти девушку от холода. До конца поездки осталось всего ничего, добрых пять минут. Егору совсем не хотелось прощаться с девушкой на ноте недосказанности, обрыве слов и фраз. К тому же он еще не узнал, из какого она города. Извините, что заставил вас это вспомнить. Негромко произнес Егор, но хорошо знал, что она услышит. Полагаю, вы сделали это намеренно. Снова серые глаза метнули в него свой магический взгляд. Теперь он надолго остался здесь, на его лице. Однако Егор все не поддавался, продолжал смотреть перед собой. Все хорошо, парень, я все понимаю. Ко всему прочему, жизнь не дает людям времени на горечь и скорбь. Она постоянно преподносит новые сюрпризы и события. Сегодня я гостья на кладбище, а завтра подруга, которую пригласили на день рождения. И работа. Работа всегда запрещает думать об одном и том же целый день. Хочешь, не хочешь, а в голове появятся другие мысли. И вот ты уже переключился на совершенно новые дела. Как вам такое? Так и есть. Пожал плечами Егор. Ему нравилось слушать, как говорит эта девушка. Ее голос. Приятный, не писклявый и не грубый, а где-то между ними, в точке золотой середины. Этот голос отлично ложился на тихо работающий мотор Гранты и стучащие по крыше капли дождя. Ее слова были словно спасением от непогоды и обыденности. И Егор очень расстроился, когда понял, что в соседнем многоэтажном доме как раз таки и находится место доставки пассажира по адресу. Вот и все. Это все, что он успел спросить и сказать. А если бы не эта чрезмерная тишина между ними, длящаяся минутами, они могли бы еще кое-что узнать друг о друге. Тактичность, вежливость, временами стеснительность, может быть, гордость, нормы. Эти факторы повлияли на медлительность их диалога. Существуют и другие, но Егор потерял счет их число. Приехали, кинул Егор в сторону переднего пассажирского сидения. Динозаврики в один миг сползли с колен девушки и приняли компактный вид. Будто фокусник сложился целиком в коробочку, так же аккуратно девушка сложила плед и протянула его таксисту. Егор был словно безоружен, его больше не отвлекала дорога и не нужно было держаться за руль. Он спокойно сидел, полностью отдав все внимание пледу и руке, которая его протягивает. Он смотрел на ее пальцы от чего-то не покрытые маникюром и с совсем короткими ногтями. Вот это неожиданность. Почему-то Егору казалось, что должно быть с точностью наоборот. Почти каждая девушка, да и женщина украшает себя аккуратным маникюром, привлекающим внимание. Все зависит от длины ногтей. Иногда представительницы женского пола перегибают палку с длиной и формой, и это кажется больше угрожающим, чем привлекательным. Не похоже, что вас легко смутить. Так почему вы молчите? Сотрите эти никчемные границы в голове. Спрашивайте, а я подарю вам ответы на ваши вопросы. Девушка отреагировала на вопросительный взгляд Корреглазого, остановившийся на ее руке. Вопросов не так много? Всего два. Откуда вы? И почему на руках нет маникюра? Деловито посмотрел в ее сторону Егор. Девушка посмотрела в ответ. Она прыснула от смеха и показала свои белые зубки в улыбке. Снова этот жест. На этот раз девушка убрала локоны за ухо с двух сторон. И Егор теперь мог видеть ее серьги. По форме все те же кнопки, что и на ботинках, только эти черные, ничем не примечательные сережки. Я живу здесь, в ельце, в этом доме, мягко произнесла девушка и указала рукой на многоэтажку, приблизительно на второй этаж. Но Егор мог ошибаться. Работаю массажистом, поэтому длинные ногти точно не для меня. Маникюр сняла неделю назад. Ну что, водитель такси, я утолила ваш интерес? Да, спасибо. Желаю вам повеселиться завтра на празднике, ответил Егор. Надо же, внимательный таксист. Благодарю. Она вышла из машины, быстренько поднялась по трем ступенькам к двери своего подъезда и сунула руку в карман кожанки.